Все зависит от трудов человека и от человека. Вся красота в жизни, все зависит от человека. Если много работаешь, тогда у тебя красиво. Не работаешь, лежишь на диване, тогда у тебя ничего нет. И красоты нет никакой в жизни. Одни заботы. Все посаживали. Вот ранней весной свести миндаль сначала, розовую, крапива была. И здесь ничего этого не было. Вот сын садил березку, она была вот такая. Надо было ее пересадить оттуда из ограды, надо было пересадить сюда. Мы заставили его пересадить, была вот такая березка. Он плакал, плакал, пересаживал ее. Вот выросла береза за 15 лет, такая огромная. Все эти камни таскали, калину сажали. Это вот у нас свой пляж. Можно поставить лежаки, все это, организовать пляж, пожалуйста. Все выкашиваем. А раньше были точно такие же вот заросли, как вот здесь все это. Это вот сосед сначала дорогу туда спуск сделал, а потом я уже тут все остальное. Газонокосилкой косим все уже. Уже стало так, что можно косить газонокосилкой. Все убрали. Тут страшный мусор, все это. Ну, полгектара это точно. Потому что был сначала маленький участок, у нас там 13 соток было. Тоже все было сплошное картофельное поле, грядки, вот как у нас привыкли в садах. Там нигде живой травинки не было. Но мы это большую часть убрали. Там теплицы были старые, из старых рам сделаны. Мы все это поубирали, сделали совсем по-другому. Пойдемте на участок. Был вот так участок, был вот так, вот так, вот так. По гараж вот так, вот так. Граница была, граница. И вот в край теплицы. И ограничивалось колодцем, вот там за колодцем был забор вот такой участок. А теперь это все наше буржуйское богатство. Аэролодка которая самодельная. Это сосед строил. Это лодка, а вот этот катер, да, это все, это зятя, это мое. Вот когда поселились, ну тут все это огород был, понятно, все это огород, все это. А было, вот там была груша, но он был мужского пола. И был колючий, мы его ликвидировали. И было две яблони. Вот эта яблони была, полукультурка. И вот эта яблони была, вот эта зимняя яблони, настоящая. И меня поразило, что вот такие яблоки у нас могут вырастать. Вот такие большие яблоки просто. Такие огромные яблоки. Они правда поздно созревают. Это сорт, когда вот упало одно красное. Вот они лежат долго и потом уже становятся спелыми. Вот два сорта было. Вот там потом у соседа еще, а в основном потом сад насадили сами. А вот груша, про которую я писал. Сибирская дуля. Но в этом году нет урожая. Вот только несколько штук почему-то. В прошлом году яблок не было, а груши было, ну просто пресс. Очень много было. А в этом году яблок вот много. Мы сажаем, там одно уходит что-то. Но это вот старые яблони. Это вот молодые, два года назад посадили. Эту пораньше, а эту попозже. Но уже есть там, которые плодоносят даже в этом году. Все тут вспахано и все потом посеяно. Бочкой укатано. Ну, бочкой укатано. Двухсотлитровая бочка, наполняешь ее водой и катаешь просто-напросто. Потому что по-другому никак. Катков тут нет. У меня есть там вон дорожный каток, но он не укатывает так, как надо укатать. Все, разравниваю. А первый газон вообще там строили, там тоже бочку катали. Ну, там было картофельное поле. И мы осенью, когда картошку выкопали, мы его просто разравняли. Все это, когда копали, разравнивали. Потом граблями разравняли. Никаких там агротехнических таких масштабных не проводили. Посеяли семена, укатали бочкой все это хозяйство и полили. И все, и он, вот газон живет до сих пор. Но вся трава разная. Вот это цветущие газоны, так называемые. А вот там посеял спортивный газон. Ну, это вообще страшное дело. Он жесткий такой, он растет очень быстро. Очень быстро растет. И разница получается. А вот наливные яблочки уже. Их можно попробовать, они уже созревшие. Хорошие, вкусные. Тут маленько нам черный рак попортил все. Сильно. Вот тут пенек остался, тут у меня росла яблоня полукультурка. Она очень ранняя была. Там я не знаю сколько, ведер 10 с нее снимал, наверное. Яблочек таких. А потом в одно лето, вот эта живая осталась. И в этом году только плодоносит. А это вот все. Я думал, она погибнет. Подсадил вот это новое яблони. Горно-Алтайская полукультурку. А она вот решила дать урожай. А вот молодые. Это у меня лет 5 уже сидит. Тоже переболела черным раком. А вот молодая дала урожай. Первый год. Два или три яблочка вот. Три яблочка. Дала. А остальное что-то приживается, что-то не приживается. Ага, вот там еще вот эта старая, там старые две яблони есть. Вот одна у дома растет яблони, а вторая вот там большая яблони. На подпорках все поставили. Все на подпорках. А тут, а тут все это вот. Вот смотри, вот колодец, а там вот забор. И он был вот так. Вот это был участок. Вот я стою на границе этого участка. Вот так граница участка была. И вот так граница участка была. Это все был огород. Все был огород. Вот так стояли две теплицы, потом вот так теплица, парник стоял, и все засеяно было, либо грядки, либо картошка. Но мы тоже, когда начинали, там полхолма срыли, тоже картошку посадили, был хороший урожай, сразу первый год. А потом начали уменьшать площадь посевов, стали уже взрослеть, возрастные, а дети ничего не хотят. Дети сказали, у нас денег хватает, мы сами купим все себе, или говорят, давай посадим, посадим, а ухаживаем потом мы. Поэтому мы отказались от этого все. Вот оставили себе полсотки картошки, вот жена у меня в аренду землю берет, иначе я все это тоже газоном засею. И мы как-то сильно не заморачиваемся, вроде как кормить его надо, не кормить, он растет сам себе и растет. Вот только единственное, вот жара была, вот там выгорело немножко. Но дождь, дождь убудет, она опять все вырастет. А в конечном итоге возьму и посажу деревья. Сосна, кедр, там все это. У нас вот там, видишь, кедры сидят, а там вот сажали друзья, приезжает когда ко мне, мы каждую весну там ведем кедровые или сосновые посадки. Вот там все эти кедры посажены моими друзьями. Вот там растет елочка Победы у меня на 9 мая посаженная. Вот елочка Победы, еще георгиевские ленточки на ней висят. Вот здесь, еще не убудет, так и оставили пока елочку Победы. А это вот в прошлом году посадил лещину, мне посоветовали орешник посадить. Сказали, что приносит хороший урожай. Ну, надеюсь, доживу до первого урожая. Напоим вас чаем из колодца, вода очень вкусная. Причем два разных слоя воды. Вот колодец он не глубокий, но метров 8, наверное, всего. И мы берем оттуда питьевую воду, пьем кофе очень вкусный, чай вкусный. Второй слой бурили скважину, первый слой прошли, и бурильщик мне говорит, давай глубже. Вот забурились на 21 метр, а там вода, ее пить нельзя. В ней железо и кальций, как у нас, как везде. Чем глубже оказывается, тем хуже.